Всем привет! Сегодня у нас небольшой туториал по рисованию лайна. И если вы не знали, то я никогда не занималась созданием туториалов. Это будет мой первый туториал. И меня никто, естественно, не просил делать туториал по лайну. Меня просили сделать другие туториалы. Но я считаю, что раз уж мы начинаем, то нужно начинать с самого начала, а именно с лайна. Лично я люблю арты с ровным лайном. И для меня ровный лайн это ключевой момент в арте. Я стараюсь подписываться только на художников, у которых ровный лайн. Этому есть простая причина. Я стараюсь подписываться только на художников, которые меня вдохновляют, у которых я хочу быть похожа. И все в таком духе, чтобы моя лента состояла из красивых артов, которые мне нравятся. Чтобы моя рука запоминала, так сказать, все движения. И я тоже поэтому стараюсь делать ровный лайн. Потому что, по моему мнению, арты без ровного лайна выглядят не очень. Они сильно бросаются в глаза. Естественно, это исключительно мое мнение. Я никак не оскорбляю людей, которые не умеют его делать. Потому что, когда человек его просто не умеет делать, это заметно. И видно, что он просто учится. Но если человек специально, типа, вот он вроде как может, но делает какой-то волосатый лайн, я на него просто не подпишусь. Сейчас у меня на экране мой старый скетч. И я специально для этого туториала не стала делать никаких новых артов, скетчей. Поэтому я буду все показывать именно на нем. Начну я с того, что ровный лайн можно сделать абсолютно в любой программе. Я рисую в Clip Studio. И до этого я рисовала в Саи. И на всех моих старых работах тоже ровный лайн. Потому что это все не так сложно, как, наверное, кажется с первого взгляда. И специально для того, чтобы показать, что ровный лайн можно сделать везде. Вот у меня есть на компьютере Саи. Вот это точно такой же скетч. И я покажу и здесь, что делается все абсолютно точно так же. Не хочу сделать очень долгое видео. Поэтому, чтобы его не затягивать, я как раз начну со своей программы. Еще раз повторю, что это Clip Studio. В Clip Studio я использую векторные слои для рисования лайна. Но раньше я рисовала на обычных слоях. Они особо сильно ничем не отличаются. Скажем так, для меня, как для обычного пользователя программы. Только что на векторном слое нельзя использовать заливку. И на векторном слое можно двигать свой лайн, свою линию. Либо видоизменять. В общем-то, проводить с ней абсолютно любые манипуляции. В то время, как на обычном слое тебе придется просто все рисовать заново. Никакая деформация будет недоступна. Плюс на векторном слое можно одним взмахом кисточки, так сказать, стереть всю линию целиком. Одним нажатием. А на обычном слое так нельзя. Вот вы видите, что получается. Нужно просто стирать целиком, как обычным ластиком. И лично потому, что я стараюсь делать лайн как можно быстрее, я рисую на векторных слоях, чтобы использовать именно эту функцию ластика. В остальном, обычный слой абсолютно подходит для рисования лайна. И я раньше рисовала на нем, так что всем новичкам я как раз советую начинать именно с обычного слоя. Не стоит бежать в вектор. Это не так легко, как кажется. Все эти доступные деформации вам вначале не нужны. Ими даже я сейчас не пользуюсь. Это сай. Посмотрим, есть ли здесь векторный слой. Да, он есть. Просто я не использовала его. Он здесь работает не так. Здесь нельзя стереть целый лайн одним нажатием. Поэтому я его не буду здесь использовать. Но зато здесь точно так же работает деформация. Если вам она нужна, вы можете рисовать векторных слоях. Но еще раз повторюсь, в ней неудобен в сай использовать вектор. Поэтому я делала там лайн на обычных слоях. В то время как Clip Studio больше приспособлен для этого всего. Сам лайн делается по себе очень просто. Просто берете и проводите одну резкую линию. Когда они делаете вот так, как я показываю. То есть не надо просто нажимать и проводить линию. Она получается толстой, неровной. И даже если вы будете не сильно нажимать, она все равно будет неровной. И будет выглядеть толще. То есть нужно проводить одну резкую линию. И вот так вот постоянно кучами резких линий вы будете делать весь свой лайн. В конце вы просто стираете все лишнее. Все, что выходит за пределы лайна. И соединяете все линии вместе. И примерно вот так все это и выглядит. Конечно, в начале, когда вы еще не умеете делать ровный лайн, это кажется очень сложным. Но вы просто попробуйте. Потому что все, естественно, приходит с практикой. Через парочку таких артов вам будет уже все удобно. И вы просто не сможете уже делать другой лайн. Ну и вот, конечно же, пример. Вот то, что у нас получается, когда мы делаем резкие линии. И вот что у нас получается, когда я не отрываясь, веду одну линию постоянно. Как бы я делала в традишке. Это получается очень кривая. Плохая линия, выглядит некрасиво. И, пожалуйста, не делайте так. Лично у меня никогда лайн не занимает много времени. Конечно, есть исключения. Когда я, например, рисую длинно волосы персонажей. Например, свою Бринз. И обычно ее волосы очень просто рисовать. Многое, если персонаж сидит или лежит, или находится в каких-то сложных позах. Ее волосы там развиваются. Валяется по всему холсту. И я просто максимально сильно ненавижу эти моменты. Потому что ее волосы рисовать очень тяжело. И я постоянно думаю, блин, зачем я ее создала такой. И, да, это, наверное, единственный случай, когда лайн делается долго. В остальных случаях он у меня занимает не больше 20 минут. Еще один плюс векторного слоя в Clip Studio. Потому что я еще раз говорю, и на есть ли такая функция сай. Это то, что вы можете, не рисуя новую линию. Просто с помощью специального инструмента. Вот он. Сделать ее толще или меньше. Наоборот, просто проведя по ней заново. Это все очень легко. Я раньше пользовалась этой фичей. Сейчас не очень я ей пользуюсь. Просто потому что мне не совсем удобно. К тому же у меня лайн сам по себе хороший. Мне он нравится таким, какой он есть. Но для новичков, если вы сделали где-то толще, лайн где-то тоньше. То, по-моему, это прекрасная способность. Возможность. Так что обязательно попробуйте, если вы рисуете в этой же программе. И по факту, ребят, это весь туториал. Я не понимаю, зачем люди некоторые делают по 10-20 минут в ролике. Я считаю, что если вы новичок, всей этой информации вам действительно достаточно. Потому что дальше у вас рука напьется. И вы сможете сами понимать, как вам удобнее. Но для начала это отличный старт, я считаю. Поэтому я не хочу затягивать ролик. Давайте я вам просто покажу какой-нибудь пример со своим старым артом. Покажу точнее его лайн. Это векторные слои. Еще раз говорю, я сейчас рисую лайн везде на векторных слоях. И еще раз повторюсь, чтобы вы знали, что здесь нельзя использовать заливку. И что я не могу выровнять линию, если она получается кривой. Ее нужно рисовать заново. Потому что стирка здесь работает не так. То есть лайн должен быть сам по себе ровный. И я не рекомендую для новичков использовать векторы. Вот, используйте лучше обычно. Потому что, если что, вы можете потереть что-то и сделать свою линию более ровной. Но если вы уже не новичок, то попробуйте, если вы не пробовали векторные слои. Если вы сделаете очень быстро лайн, то это вам очень сильно облегчит работу. Потому что тут очень легко втирается лишнее. Ну, а на этом все. Видео получилось немножко сумбурным. Потому что я не знаю, как записывать туториалы. Но я попробовала, я постаралась. Скажите, если вам было это видео полезным. Может быть, скажите, что вас еще интересует. Если это видео зайдет, я сделаю еще каких-нибудь туториалов. Ну, а на этом все. Там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok